Всем привет! Добро пожаловать на одноименный канал сайта adminguide.ru И мы продолжаем настраивать контроллер домена Linux ADDC на Ubuntu 18.04 Это третье видео в серии роликов и второе видео относительно настройки именно PIN 9 Второе и последнее посвященное только ему Мы уже установили PIN 9 Сделали предварительную настройку для того, чтобы мы смогли инициализировать домен Установили SAMBA 4 Инициализировали домен И мы уже подходим к непосредственно включению контроллера домена в работу Осталось всего два видео до того момента, как контроллер домена сможет у нас заработать Заработать частично Итак, настройка Ubuntu 18.04 контроллера домена SAMBA 4 Настройка BIN 9 Приступим Авторизуемся на сервере Помним то, что у нас необходимые пакеты, которые используются в инструкции Следующие SAMBA это версия 4.7.6 И NEMET это 9.11.3 Версия этих пакетов достаточно важна Хотя и допускает некоторые волатильности Итак Первое, что мы делаем Это проверяем интеграцию Вот Если наш BIN 9 и SAMBA 4 Изначально совместимы То здесь автоматически будет раскомментирована вот эта вот строка Если версии BIN 9 и SAMBA не совместимы То когда вы откроете этот файл Вы увидите вот такую вот картину Это не мешает вам попробовать активизировать Активировать один из модулей наиболее последней версии И посмотреть, что будет На Ubuntu сервер 20.04 До того, как SAMBA выпустила самую последнюю версию Где для обновления DNS-зоны использовалась утилита SAMBA Tool В версии тех пакетов был DLZ-модуль для BIN 9.12 И он вполне себе прекрасно работал Но последнее обновление поломало эту совместимость Ну, это не было то, что совместимость Это была просто фича Потому что модуль не был рассчитан под ту версию SAMBA и BINDA И мы вернулись на 18-ю Ubuntu Собственно, проверили У нас все активировано Значит, все должно работать Дальше мы открываем ADK BINDA NAMED CONF И добавляем туда наш файл Модуль DLZ, который мы только что проверяли Теперь мы проверяем права на файл DNS-кейтаб Они должны соответствовать тем, которые указаны на сайте Если они не соответствуют Вам нужно будет привести их в соответствие В Debian здесь пользователь NAMED, если память не изменяет То есть там, где здесь указан BINDA Должен быть указан тот пользователь, под которым у вас запускается DNS-сервер Теперь проверяем права на папку BINDA DNS А, точнее PREWAIT Да, здесь неправильно указано Здесь должно быть PREWAIT Права должны соответствовать тем, которые указаны на сайте Теперь смотрим права на папку На файл ADK BRB5.conf Права должны соответствовать тем, которые указаны на сайте Как видим, в BINDA 1804 они не соответствуют Поэтому мы приводим их в соответствие Снова проверяем Теперь права полностью соответствуют необходимым Проверяем наличие утилиты NS-update Что она в принципе есть Она есть Радуемся Теперь настраиваем BINDA 9 ADDC Загружаем список корневых DNS-серверов Этот процесс можно автоматизировать Чтобы они обновлялись регулярно Раз в день или раз в неделю Если вы сочтете нужным Теперь Вводим две команды NAMMED CHECK CONF И SERVICE INDEVIT START Если после этого мы ничего не увидели Значит мы на верном пути Если же эти команды Если эти команды вот прям в терминал На выкидывали вам различных ошибок Значит где-то вы ошиблись Одна ошибка И вы ошиблись Теперь создаем файл Теперь создаем файлы ZONE Для начала создадим папку И создадим файл ZONE для LOCAL HOST Копируем содержимое файлов И нужно понимать то что вот здесь вот количество отступов Форматирование все очень важно Так что если вы используете статью на Яндекс Дзене Яндекс принципиально не поддерживает любой технический контент Это больше такая площадочка для гуманитариев Бьюти бложиков и так далее Поэтому так или иначе с Дзена вам придется перейти на сайт И здесь скопировать нормально отформатированные файлы Сохраняем Закрываем Изменяем владельца и права доступа Аналогично повторяем для обратной зоны 127.0.0 Создаем файл и копируем туда содержимое с сайта Задаем владельца и права доступа Теперь запускаем бинт Перезапускаем его И проверяем несколько адресов Не работает Не работает А, нет, еще не отобразилось Не работает Смотрим, что произошло Если вы видите вот такого формата ошибки Отклонено Это шалит апармор У вас два пути решения этой проблемы Либо вы отключаете апармор Либо вы ставите пакет утилит Так, сюда Апт Инстал Ап Армор Тире Утилс Устанавливаем В нем есть утилита АА Логпров Запускаем ее от имени администратора Она прошерстит логи И предложит на каждую ошибку в логе принять какое-то действие Указываем Allow Save На всякий случай Еще раз Смотрим Она больше ничего не нашла И повторяем Вот этот вот кусок Инструкции Перезапускаем Бинт И запрашиваем адреса Все есть Все работает Если вы не хотите заморачиваться с АА Логпров То вы можете просто отключить апармор Отключаем Набором команд Из инструкции После этого Перезагружаем сервер И апармор Не будет вам мешать Вот Собственно На этом мы заканчиваем инструкцию Ваша цель В данной инструкции Добиться Вот такого Ответа На Запросы Через команду Хост Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Оставляйте комментарии Задавайте вопросы Это помогает развивать канал Спасибо большое До свидания